Добрый день, добрый вечер. Меня зовут Владимир Кривенко, я представляю компанию Медицинские системы визуализации. Я хотел бы рассказать вам о наших достижениях, о том, что у нас получилось, чего мы достигли, и сосредоточиться на том, какие перспективные сервисы мы развиваем и вскоре предложим рынку. Пару слов о компании. Мы на рынке медицинских инженерных систем более 10 лет. Начинали со строительства чистых помещений, оборудовали инженерными сетями операционные, проводим сервисное обслуживание, и в последние годы мы сосредоточились на разработке инновационных IT-решений по просьбам врачей, по просьбам IT-специалистов, которые обслуживают операционные внутри больниц. И наш флагманский продукт на сегодняшний день – это телемедицинская система МВС ВЕГА. Что она позволяет делать? Это синхронная запись видеосигналов от нескольких видеоисточников операционных. Мы подключаем эндоскопы, мы подключаем мониторы пациентов, снимая видеоизображения с них, мы подключаем камеры внешнеобзорные. В общем, все, что способно производить видеосигнал, синхронно записывается, регистрируется и сохраняется внутри нашей системы. Одновременно с этим мы предоставляем функционал телемедицинских видеоконференций «Врач-врач» внутриоперационной, естественно, с записью, как и все остальные видеосигналы. Мы можем поддерживать конференцию порядка четырех-трех врачей, зависит от канала связи, который существует в больнице, в операционной. Точно так же одновременно при этом мы можем многоканально обеспечивать потоковые вещания из операционной в конференц-залы. Если политики безопасности больницы позволяют, то мы можем транслировать их в интернет через наши веб-интерфейсы. Соответственно, вся информация хранится на серверах. Все, что мы записали в операционной, насколько позволяет объем хранилища, год, два, три, все это хранится, может быть просмотрено и в удобном виде восстановлено. Просмотр с видеоисточников точно так же происходит синхронно. То есть если было четыре канала, значит мы четыре канала одновременно показываем. И у врачей последовательно возникает возможность отследить, а как же с разных точек зрения, что происходило в операционной, как происходило вмешательство. Одновременно с этим наша система позволяет управлять инженерными сетями внутри операционной. Это климатика, это температура, это влажность, это освещение в нескольких зонах, это управление хирургической лампой. Очень важная новость по сравнению с тем, что мы представляли на других конференциях. И хотелось бы отдельно поблагодарить Ирину Геннадьевну за то, что на Армите она обратила нас внимание, дала возможность выступить здесь. С тех пор мы получили регистрационное удостоверение, сегодня много об этом говорили. Так вот, вполне возможно программную систему, программно-аппаратную систему подтвердить то, что она является медицинским изделием. Вот, пожалуйста, есть номер, все можно увидеть уже на сайте Росздравнадзора. А как долго у вас это было? Порядка двух лет, говорят мне юристы. Ну, вроде как, немного меньше, немного больше. Ну, в общем, порядки вот такие. Я думаю, что следующее поколение нашей системы, оно получит эту сертификацию гораздо быстрее. Поживем и видим. Если предоставится возможность, я обязательно расскажу об этом на дальнейших встречах. Итак, сейчас хотелось бы немного слов о том, что мы видим перспективными системами и как мы видим развитие систем, в частности, и телемедицинских, и систем сохранения видеоизображений на 2, 3, 4 и больше лет вперед. Итак, поскольку у нас уже есть терминалы в операционных, это наше оборудование, мы пришли к выводу, что не стоит сохранять это только в одной больнице. Мы сохраняем изображение и все видеосигналы, и добавляем сейчас сигналы с мониторов пациентов с записью жизненных показаний в процессе операции синхронно. Сохраняем это в больничной платформе МВС, которую мы также предоставляем. Мы разработали мобильную версию нашего оборудования, так называемый телепорт, которая будет представлена в ближайшие месяцы уже на открытом рынке. И после сохранения этого в больничной платформе мы переносим эту информацию в облачную платформу МВС. Мы считаем, что это очень перспективное направление, поскольку распространение медицинских знаний и всеобщее обучение врачей и студентов, да и, собственно, пациентов, если кому-то необходимо узнать, а что же с ним происходило в те часы, когда он ничего не помнит, все это возможно узнать. Будучи собранной в облачной платформе, информация может распространяться и представляться всем заинтересованным пользователям. Для этого мы разрабатываем облачные приложения, которые, естественно, интегрируются в нашу систему. Среди применений, как мы это видим, это обучение, это консилиумы врачей, это получение другими хирургами прямо в операционные сервисы из нашей облачной системы, это консультации, можно очень быстро посмотреть, а что же делали другие в подобных ситуациях, получить справочную информацию, связанную ровно с той операцией, которую проводит хирург в данный момент. Облачные приложения также позволяют наблюдать трансляции операций, которые происходят. Как мы все знаем, наверное, сейчас это происходит через YouTube. Мы многократно видели эту потребность на рынке. Хирурги просят настоятельно местных айтишников подключить их эндоскоп, и как-нибудь, чтобы в YouTube их друзья посмотрели. Мы считаем, что это можно сделать на основании верифицированных железософта с сохранением всех требований законодательства по безопасности доступа, по обезличиванию данных, и на это нацелена наша работа. Отдельной большой областью применения данных, которые мы собираем в облачной платформе, является система искусственного интеллекта. Это очень перспективная разработка, как мы считаем. И в последние годы мировые гиганты IT-индустрии дали нам большой импульс к этому, открыв библиотеки для работы с искусственным интеллектом, для работы с Big Data. Поэтому мы точно так же используем накопленные данные. Ключевой особенностью мы считаем то, что мы обеспечиваем полный путь передачи видеоданных от терминала, от записи в операционной до облака, поскольку оборудование наше, мы готовы подтвердить криптографическими способами целостность в больничном сегменте и в облачном сегменте. То есть мы можем гарантировать, что то видео, которое поступает в облачную платформу, и все эти сигналы, они именно те, которые были сняты сертифицированным нашим оборудованием, имеющим регистрационное удостоверение. То есть невозможно закачать туда изображение с телефона, и это позволяет нам собирать верифицированные данные и гарантировать их целостность. На основании этих данных мы рассчитываем среди прочих сервисов в скором будущем получить очень продвинутые приложения с искусственным интеллектом. Что это нам даст? Это предупреждение о возможных осложнениях, это сервис онлайновый в реальном времени внутриоперационный через наши закрытые шифрованные каналы, это поддержка принятия врачебных решений при подготовке к операции. Хирург может из нашего атласа операции посмотреть, что делалось в мире. Это самая актуальная информация. Он уже может не ждать, пока это будет опубликовано в журналах и пройдет много времени. Во время операции мы, кроме осложнений, можем давать какие-то подсказки хирургу по поводу того, а что лучше сделать, а что лучше не делать. Автоматический поиск потенциальных врачебных ошибок. Очень часто мы сталкиваемся с тем, что во время проведения операции нужно предпринимать какие-то очень быстрые шаги и некогда хирургам, врачам, медсестрам, всей операционной бригаде обращать внимание на какие-то дела. Наша система позволит точно так же сигнализировать о том, на что нужно обратить внимание. И выявление перспективных методов проведения хирургических вмешательств. Что мы под этим подразумеваем? Поскольку вместе с видео мы сохраняем всю информацию о том, какие были жизненные показания у пациентов, а также информацию о том, как он себя чувствовал после операции, мы сможем на основе технологии Big Data выявлять, а как же можно проводить операции с тем, чтобы последующее состояние пациента было лучше по сравнению с другими похожими операциями. Мы считаем, что это очень перспективно и даст нам в скором времени новый хирургический метод и выявит то, что действительно приносит пользу и удачно для пациентов. Постараюсь времени более не занимать. Спасибо всем за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.